Чёрные стрелки, марсовые тени, осколки звёзд на скулах. Лицо — это чистый холст, сегодня на нём графика и космос. А в портфолио этого художника — сплошная магия. Здесь живут лесные эльфы, а люди чтят законы природы. Девушка, которая стоит на фоне неба, и у неё маска вороны, и ворона на руке. Это такая история. Девушка живёт в лесу, и она умеет превращаться с помощью этой маски в птицу. Мне всегда нравились вороны, они очень умные птицы. В детстве Настя обожала читать книги, а ещё больше разглядывать иллюстрации, линии, цвета, открывали дверь в загадочный мир. Пересматривала «Снежную королеву» и вдохновилась её такой холодной красотой. Я перерисовала её в своём стиле. Мне нравится уделять нос и румянец, потому что он придаёт такой характер. Кстати, та самая «Снежная королева» из советского мультфильма — очень интересный персонаж. Актриса Мария Бабанова не просто озвучила роль, она её сыграла. Актрису сначала снимали на плёнку, а затем перерисовывали. Метод называется «Эклер» по названию модели стола, на котором и делали отрисовку. Там очень красивая рисовка и просто такая атмосфера. В детстве очень любила пересматривать, она одновременно меня пугала и одновременно завораживала. А следующая работа тоже перерисовала в своём стиле — это аниме «Принцессы Моноки». Кстати, автор Миядзаки вдохновился вот этой «Снежной королевой» советской. И это история о девушке, которая боролась с людьми за свой лес, которые хотели навредить природе. И по сути лес был её домом, вот. И да, она жила с волками, была такой немного дикой, но очень смелой и целеустрелённой. Росыпи веснушек на солнечной коже в обрамлении огненных волос. Этот типаж Насте очень близок. Понравилось фото, акварель-гуашь, золотой лайнер — так и появился портрет этого лета. Каждый рисунок — ничто иное, как проекция собственной истории. На самом деле я просто хочу покрасить волосы сама в зелёный и проецирую на рисунках так. А это автопортрет. Настя и её парень — ретривер Мартин и кот Вася. Стилизованные, но узнаваемые. Иллюстрации языка его понимают во всём мире. И в Настяных планах вести диалоги во всех уголках земного шара. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова